Нелегальные шахты на Донбассе, или как их еще называют копанки, всегда работали параллельно с легальными. Залежи черного золота в некоторых населенных пунктах находятся очень близко к поверхности. Уголь выходит прямо на поверхность. Достаточно подвести какой-то экскаватор, зачерпнуть грунт, первый слой грунта, и выходит уголь. Этот уголь выбирается, грузится, продается, а вот эта территория раскопанная, она остается вот такая неухоженная. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины, большая часть угледобывающих районов оказалась под контролем группировок ЛДНР. Копанки, соответственно, тоже. На подконтрольной же территории такую деятельность стараются пресекать. Например, в этом году Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Был скандал, что есть такие копанки в городе Попасное, но ее сразу закрыли, потому что это все сразу вышло в публичное поле. И, соответственно, общественность отреагировала, государство эти копанки закрыло. То есть, в принципе, это вот то отличие, зеркальное отличие оккупированной территории Российской Федерации, потому что на сегодняшний день никакая общественность на такой процесс повлиять не может. Но в Ордло этот черный бизнес за все семь лет только процветал. Причин несколько. Первая – это плачевная социально-экономическая ситуация и закрытие шахт, что вынуждает людей соглашаться идти даже на такие условия труда. Вторая – группировки ЛДНР не только не контролируют использование недр в отдельных районах Донбасса, но и способствуют нелегальной добыче полезных ископаемых. Незаконное вооруженное формирование полностью поддерживает процесс вот таких вот копанок, потому что они же на них и зарабатывают. Себестоимость труда там сейчас практически ничего не стоит. То есть, людей часто кидают на заработную плату, люди фактически отработали, выбрали этот уголь, какие-то копейки им заплатили, а незаконное вооруженное формирование полностью получает прибыль от этого бизнеса. По данным Восточной правозащитной группы, общее количество копа на квартло доходит до 200. В них зачастую нет электричества и вентиляции, а шахтерам, которые не имеют квалификации и используют примитивное оборудование, платят немного. Мы пообщались с бывшим работником нелегальной шахты, и вот, что он нам рассказал об условиях труда. Условия очень плохие и тяжело мыться, потому что воды не хватает для всех людей. Также оборудование постоянно ломается, люди тратят время на то, чтобы его чинить. При этом всем зарплата у людей небольшая, учитывая то, сколько они здоровья пратят. Точных расценок я не могу сказать, они везде разные. Там за смену выходит 1000 рублей, может даже меньше выходить. Бывает 2. Ну вот, наверное, от 800 до 1500 рублей. Николай говорит, что пошел в копанку, потому что ему нужны были деньги, а работы в его родном Снежном не было. По его словам, на копанках часто случались аварии и ЧП. Это распространенная такая ситуация, когда на шахте либо в лебедку попадает рука, либо на пилорамном станке, когда люди напиливают специальные балки для крепления стоек внутри шахты. Случаются такие ситуации, что теряют части, конечности люди. При этих случаях максимум, что могут оплатить, это операции, которые стоят тысячи-полторы где-то. Ну сколько там стоит зашить руку и все. И то это не всегда. Ну, людям все равно рабочих. Нередки также случаи, когда люди погибают. Только в августе в антрацитовском районе на неподконтрольной части Луганской области в Копанке погибли двое мужчин. Они отравились газом. Это не просто травмоопасный вид деятельности. Это смертельно опасный вид деятельности. И люди, которые туда идут, они либо не понимают этих рисков, либо, к сожалению, они принимают эти риски ввиду катастрофической социально-экономической ситуации на неподконтрольных территориях, где расположена эта нелегальная угледобыча. И люди просто от безвыходности принимают эти риски и идут работать на такие объекты. Газметан – это не только опасность для самих нелегальных рабочих. Выходя из трещин породы, он скапливается в подвалах жилых домов, погребах. Малейшее воспламенение или искра может привести к взрыву и гибели местных жителей. Кроме того, существует риск для экологии, ведь такие шахты часто забрасываются. Копанки – это незаконные угольные шахты. Опасны они в первую очередь тем, что на данных объектах не соблюдаются экологические требования, не соблюдаются требования охраны труда. И поэтому они несут абсолютно непрогнозируемые, непредсказуемые риски. Украинские власти обеспокоены сложившейся экологической ситуацией в Ордло. И на переговорах в трехсторонней контактной группе делегация от Украины неоднократно поднимала эти вопросы. Кроме того, в рамках ТКГ этим летом заработала также экспертная подгруппа по экологическому мониторингу. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, в отличие от других плоскостей переговоров, безопасности, экономики, политики и гуманитарной сферы, в экологической наметился осторожный конструктив. Под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься в частности вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением. Правда, это борьба уже с последствиями, а не с причинами. И пока на неподконтрольной украинскому правительству территории будет расти безработица и бедность, а так называемые ЛНР и ДНР будут наживаться на недрах и дешевой рабочей силе, ситуация не изменится. Шахты постепенно будут закрываться, а количество копанок, вероятно, и дальше будет расти.